Они не имели ни земли, ничего не имели. Они жили на десятину за счет этого народа. Для чего они жили? Они раскиданы были по всей территории Израиля. Для чего? Для того, чтобы Слово Божие для людей было проповедано, чтобы закон Божий изучался. Понимаешь? Но вот евреи сейчас, вот даже сейчас, во времена рассеяния... Именно священников. Во времена рассеяния, и сейчас евреев, и то, что Иерусалимского храма нету, сейчас у них есть раввины, которые учат. Я про них не говорю, про евреев. То есть учить сейчас может не священник. Я вот разобщался с одним таким, ну, серьезным человеком, он еврей, я не буду называть, он просто конкретно, он художник, я бы так сказал, он говорит, у нас сейчас священников, у нас нет священников, у нас есть просто раввины, которые учат народ. Да про евреев что говорить-то? Вот ты говоришь, они были рассеянны. Да и это про тот Израиль, когда это был дан, это такое... Повеление. Да, через Моисея Богом, что левиты не имеют земли. Сейчас священники, они, понимаешь, сам сам, само вот это вот слово священник, оно действует на людей таким образом, что они еще до сих пор верят им и идут к ним, понимаешь? То есть им, священнику это, легче привлечь человека, легче с ним поговорить проще. Я не против того, чтобы благовествовали, ну, простые люди. Все должны, каждый христианин должен нести Слово Божие. Каждый. Независимо от того, старушка там или дедушка, или там это, мальчик какой-то. То есть через него должны узнавать люди об Иисусе Христе. Это для каждого христианина. Но священник это, да, он должен в первую очередь быть благовестником. Он должен, через него народ должен изучать закон Божий. Он должен проповедовать Евангелие. Учить народ. И священники, они должны это, ничего, не заниматься никаким таким вот особым трудом, который мешает им благовествовать. То есть бизнесом там или еще чем-то там. Они должны жить на десятину. Десятина должна их действительно, как Игнат Тихонович говорит, именно десятина это выход из этого положения, который сейчас находит церковь. Что мы, как бы, церковь она в зависимости от людей, которые неверующие. По сути дела, кормят церковь это священство. Люди неверующие продают там это, свечи, заходят, уходят. А должно быть все наоборот. Именно по-честному, по правде, именно верующие должны содержать священника на десятину. А священник должен получать народ. А узнавать и люди, которые, они должны также участвовать в благовестии. Простые миряне, простые там прихожане, или как там назвать. Они не должны быть безучастными. Все должны быть участниками этого. Потому что наша церковь апостольская, посланная на что? На проповедь об Иисусе Христе. Ты сейчас описал идеальную картину, вот, церкви, вот, как бы, в идеале это должно быть. Но трудности не должны это нас сдерживать. Это мы, вот, как, мы ехали, и трудности, то там трудности, то здесь трудности. А мы с Игнателем Тихоновичем все-таки ехали же, несмотря ни на что. Вот ты ехал, потому что ты мирянин, и на тебе никаких правил не распространяется, кроме как мирянина. Ты свободен. Бог, только для, ну, священник, он должен подчиняться не патриарху даже, а Богу. Если патриарх его заставляет лгать, лжи не должно быть. Ложь неприемлема. Епископ-то или нет, тебе патриарх говорит, а тут лукавство или ложь какая-то. Конечно, ты не должен этого делать. Лгать ты не будешь лгать. Ну почему? Ну конкретно ситуация. Во всякома бывает. Ты, если ты священник, ты, значит, рукоположен в какой-то структуре, допустим, в Московской патриархии, ты подчиняться должен епископу, по местному епископу, либо это будет вот по Кемеровской области, либо по Алтайскому, подожди, я тебя не переливал, по Алтайскому краю, ты должен ему подчиниться. Ты подчиняешься, ты должен быть привязан епископом к какому-то храму, к какому-то месту. Это, дожди, не перевивай. Должен быть привязан. Либо ты сам становишься настоятелем этого храма. Если это большое селение, скорее всего, как начинающий, ты пойдешь в штат священников. Уже есть настоятели, несколько священников. И вот этот настоятель будет уже тебе давать задание. Сегодня ты слушаешь Отец Михаил, сегодня ты венчаешь, сегодня ты отпеваешь, сегодня ты делаешь что-то. И вот он, когда тебе дал задание, ты должен понять, от Бога это или не от Бога. Если тебе скажут служить, ты будешь служить. Ну а если бы сразу приедет пара вот это разнузданных ребят и скажут, ты скажешь, а я венчать не буду. Раз ты скажешь, второй скажет, вот пришли люди, надо крестить. Конечно же, купили там никакой не будет. И у тебя нету, ты священник. А ты скажешь, а как я буду крестить? Нет купили. Ну как крестить? Все так крестят, крести. А я не буду крестить, все. И вот так сколько бы раз тебе задание не давало, твое место настоятель, ты будешь говорить, нет, нет, в конечном итоге он скажет, Отец Михаил, так дело не пойдет. Епископу доложили запретить служение. Ты начал служить без воли, без благословения. Тебя запретили как священника. Вот твоя технология в реальной жизни. Это технология, да. Ну с епископом все по-другому. Епископ все-таки это не священник. Патриарх это просто старший епископ, понимаешь? И по сути дела, вот Игнат Тихонович, когда я читал у него, что у нас вот и в московской патриархии, и жесткое централизованное управление происходит, понимаешь? Сверху вниз. То есть патриарх сказал, все должны на местах выполнять все это. То есть снизу инициатива, по сути дела, никакой не происходит. То есть народ спит. Ждут, когда патриарх Кирилл скажет свое слово. Он сказал катехизацию проводить, сказал платить катехизаторам. Все стали шевелиться формально, неформально, но факт тот, что эта централизованность такая, она наоборот мешает. Народ-то не действует. Он думает, что вот так он будет и ходить, свечки ставить, и как будто это все так и надо, должно быть. А епископ, он единица. Это церковь, по сути дела. Понимаешь, епископ? Вот. Еще не церковь, епископ. Церковь. По канонам считается, может рукополагать нового епископа два или три епископа. Я не про рукоположения говорю. Ну а церковь, это как ты понимаешь? Вот он. Возможность дальше рождаться. Хотя бы у нас был один епископ, честный. С этого, чтобы началось какое-то движение. Понимаешь? Но ты же говорил вначале о том, что хотя бы священник, а теперь уже хотя бы епископ. То есть священник, честно, может сложно быть. Я тебя направлял именно к епископу. Просто мы тогда не договорили. А мысль такая, что епископ должен быть хотя бы один. Начало. А если священник не снят у него, то есть это нелешен он сам, а просто он не хочет там где-то служить, куда его направляли? Не запрещен. Не запрещен его. А он просто сидит дома сейчас. И может он служить? Его, если ему не запретили в служении? Да, не запретили. Он заштатный? Ну он уже не старый, но уже к тому годам был. И поэтому он просто не шел никуда, все ждал, место ладыки, все ждал. А сам вот у меня здесь служил. Не только у меня. Ну тут не знаю, а какие взаимоотношения с епископом, с местным? Или он вообще... Он не здешний, новосибирский. А приехал служить сюда? Ну он у нас служил, в нашем храме служил. В нашем храме. Я ехал сюда, и здесь он служил. И мы его сами вызывали. Он приехал. И здесь все город его знает. И все до сих пор жалеет. То есть получается и священник, который принадлежит новосибирской епархии, он не подлежит. То есть за штатом? Ну как за штатом? То есть он не служащий, то есть он не действующий. Теперь он может ездить по всей стране, и где хочет, там служит. Он был кемеровский наш. Понимаете? Епархийный наш был. И после этого он не служил у меня здесь, служил когда. Просто дома сидел, ждал, когда ему место дадут в Новосибирске. Он там жил. А я служил здесь. Ну эти тонкости я не знаю. Я знаю, что если он действующий священник, если он действующий священник, он всегда должен подчиняться епископу. Все его действия. Действующий, да. Он и служить, и все по благословению. А то сейчас бы этот поехал туда, они бы сейчас ходили. А не только он уехал, почти. Столько уехал. Тебе один, как я слышал, он иногда ездит туда, где это, его приглашают. Или он знает, что там это. Ну, он подчиняется епископу Ивтихию, и он ничего не делает. Он настоятель и в Барнаульской общине, Христовоздвиженской, и Свято-Анфимовской, Потеряевской. Если он куда-то едет, он может сослужить, допустим, отцу Иоанну. Нет, исповедовать, причастить там. А, ну это уже по тем общинам, по которым он конкретно. Да, он куда-то уехал, потом он не может человека причастить. Он просил из московской патриархии, священника, чтобы он это сделал. Ну, он может попросить. Но дело в том, что уже в Рубцовске, я слышал, что он перестал ездить в Рубцовске. Не, ну факт. Ну, может и же. Он говорит, идите в храмы местные, причащайтесь. Вот у нас Валентина Дмитриевна. Я не исключаю такую возможность честного священника. Вот, например, вот отец Василий Толстенко, он конкретно священник, на своем месте стоит, но опять же, он говорит так, к нему такое снисходительное отношение со стороны епископа. Епископ как бы закрывает глаза там вот на... Блаженный. А? Блаженный. Просто епископ хороший попался. Нет, как считает, как блаженного. Ну, не то, что как блаженного, просто, ну, хорошее отношение и все. Ну, отец Яким тоже вот в том... Мне рассказывали, вот я ездила только что. Ваши... Да вот Алла же рассказывала. Алла и Татьяна, и все говорили. В Кемерово больная, сильно больная. Сильно стала. Ну, вот, короче, за то, что она съездила, как мы вот ездили, погрузились. Узнал священник, говорит, кайся и все. Кемеровский, кайся и все. А она говорит, не буду, не буду и все. И она плачет и плачет, что вот умру, и все, без причастия. Они ее на обеду не пришли. Говорит, что-то переживаешь, сейчас скажем отцу Якиму. И он приехал и причастил. У нас подобная ситуация была вот в Квачках, в Алтайском крае. Тоже Тамара была на Клиросе, пела, съездила, довершил ее отец Яким, потом она приехала, и там местный священник, кажется, отец Игорь, начал ее гнобить и говорит, я тебя не причащу, пока ты не покаешься. Она уже при смерти, а он говорит, не причащу. Ну вот, пожалуйста. То есть безбожники-табакуры приходят, он всех причащает, а верующую, она потому что приняла там второе крещение по его. Надо каяться. Она говорит, я не могу каяться. Ну и все. Уже вопрос до епископа дошел, не знаю, как он разрешился. Ну вот, священнику, епископу никто не может запретить благовествовать. Никто не может. Ни патриарх, никто. Это его первейшая обязанность. Благовестие. То есть, если ты стал епископом, то есть у тебя крылья раскрыты, ты можешь лететь, как орел, никаких препятствий. У епископа, конечно, это не священник больше. Ну хорошо, допустим, тебя поставили епископом. Вот у нас была Барнаульская епархия, там был отец, и владыка Антоний Масимович, он руководил, он умер. Уже на готовую почву приехал, поставили сюда епископа Максима. Он приехал, уже соборы есть, уже штат священников есть, все есть. То есть, все, и что? Он начал, он пришел на готовую почву. Представляем ситуацию. Приехал, проповедуйте, нет, не проповедуйте, запретил, того отменил. То есть, начал деятельность. Не впускать никого в храм бритых, безбожников. Что может произойти вот в этот момент, в Алтайском крае? Закрыл все храмы, он же епископ. Он закрыл? Нет, не закрыл. Он отлучает священников, но не за те причины, которые загрубывают пьянку. За пьянство может. А как оно шло и ехало до него, так оно идет и едет. Деньги также продают в храмах, все то же самое. Тот же самый бизнес идет, он это бизнесом не трогал. Он трогал просто, навел трудовую дисциплину на предприятии. Понятно. И все. А не то, что изменил политику предприятия. Да, ну то есть предприятие стало лучше. Предприятие стало эффективнее работать. Больше свечек продаваться, больше икон. А если бы вообще не продавать, вот тут бы я задал, я не знаю, что бы было тогда. Тут обучение должно быть священников сначала происходить. Нужно просто начать с них, чтобы им расставить все точки над «и». Чтобы ориентиры очертить, так сказать, их деятельности, объяснить, что они должны делать в первую очередь. Чтобы они народу разъяснили. Это непростая задача. А если ты «он» объяснил, да, объяснить-то можно, а они пошли и не делают твои действия. На завтрашний день. Если они делают, это... Ты епископ, ты хочешь исполнять заповеди, на тебе возложено. Ты за каждого священника недостойно несешь ответ перед Богом. Он не делает и не хочет делать, и не будет делать. Тут надо делать по Евангелию, по каноническим правилам. Ты его запрещаешь в служении. Ну я его не могу, я посмотрю, разберусь. Но ты разобрался, тебе стопроцентные сведения. Вот сегодня крестили, уже крестили там 100 человек, потом венчали там 20 пар, которые абсолютно неверующие. Там веруют. Ну если будет он упорствовать, конечно, тут уже деваться некуда. 100 человек так поступает, подчиненных тебе священников. Все подчинения поступают. Священники, понимаешь, они все-таки смотрят на епископа. Он их начальник. Начальник, они подчиняются ему. И он это может расставить все ориентиры и точки, что они будут подчиняться. Но что именно он должен им сказать? Не крестить, не венчать, а люди несут деньги, большие деньги. Он скажет, не венчать, когда все останутся без хлеба. Вот надо начать с того, как Ивна Тихонович говорит. С обучения. Священников и прихожан. На один день, он говорит. Я патриарх на один день. В конце дня после этого я ищу убежище и прячусь. Ты такой же епископ будешь на один день. По моему мнению, может быть. Это не один день будет. Тут, конечно, будет это восстание, тут спору нет. Но надо с чего-то начинать. Ну тебя сняли, может быть кто-то увидел тебя, что ты так делаешь, и понял, что это правильно. Он будет продолжать делать. Пускай меня снимут, или тебя там, если ты будешь, это снимут. Но люди поймут, что здесь правда, и кто будет следующий, может, по твоему пути пойдет другой человек. Еще, еще, еще. То есть этого нельзя бояться. То есть здесь надо, не надо бояться этого. Ну то есть ты месяц, там, неделю, месяц, полгода готов терпеть беззаконников, не запрещая их. Почему терпеть? Бизнес-то должен продолжаться. Никого терпеть не надо. Сразу закрыть все церковные лавки. Сразу начать обучение. Сразу обучение. Доход откуда будет у церкви? Тебе и патриарх спросит, или кто выше тебя, патриарх же, он спросит, а где деньги? Это деньги, патриарх это спросит. Ну хорошо, даже не спросит, священник спросит тебя, а зарплату с чего мне? От благовестия. Питаться от благовестия, как апостол Павел пишет. Ну скажи, можно вам вопрос задать? С чего началась вовлечебная беседа? Вопрос? Да. С чего началась? Ну с того. С того, что можно ли в наше время быть хорошим священником или епископом, так? Ну да. Вот я расскажу случай, я вчера рассказывал вам про Володю Пищникову. Он пошел в семинарию поступить, он решил повысить свои знания, ну там уже даже на священника захотел, я не знаю, как у него там было в планах. И он говорит, я пришел в семинарию, ему сказали, да, можно поступить. Он заполнил анкету, в анкете там различные вопросы, откуда, например, какие интересы, или что там. И там же есть такие вопросы, за присягу ли ты, за это, пойдешь ли ты воевать за отчерчество, там обязательно стыд в этой анкете. Он ответил по Евангелию от Матфея 5 глава, что Господь говорит, рубите врагов ваших, и не клянись ни небу, ни землю, как Господь ответил. Вот. Заполнил эту анкету. Все там, которые были предметы, он сдал на отлично. Он хорошо историю знает, как говорится, и церковную, и историческую. Вот. И последнее испытание было. Зашел в кабинет, там заводят по одному. Сидят буквой П, священники, там епископ сидит, Викентий, в Екатеринбурге, сейчас его в другое место. Шкаф, чтобы не перевернулся. Вот. И все. Значит, устраивать ему своего рода допрос. Там сразу первые вопросы ему, в анкету смотрят, почему он против присяги. Ну, он сразу по слову Божия, объяснил ему, что Господь запретил, говорится, не клянись, да. почему, говорится о войне. Он говорит, а святые же, как Александр Невский, Сергий Радонежский, они же благословяли ему идут. Ты что, разве против святых? Сразу в лоб ему эти вопросы. Он говорит, Владыка, ну ведь, Господь же, в Евангелии же написано, Господь сказал, что любите врагов ваших. А это все, ты не почитаешь святых, иди отсюда. Но он вышел, они как бы конкретно ему не ответили, что возьмут они, возьмут вот это. Он когда вышел, потом через некоторое время в списке вывесили, его в списках не было. А все, которые там сдали на двойку, на тройку предметы, там они висели в списках. Все, их уже семья. Всего отсеяли на стадии еще до священия. Я не допустил. Отсеяли. Потому что ты, если ты желаешь по Евангелию жить, находясь в церкви Христовой, как говорится, будучи священником, епископом, я просто не допустил. Это вот как Господь делает своей благодатью, что, например, священник, вот Игнатьевич приводил пример, что два священника уверовали, как говорится, покаясь в том, что своим неближением ушли перед народом и сказали, мы были неверующие просто-напросто. Вот это возможно, что будет возрождение в людях, вот как мы видели в других священниках ездить по другим городам, что вот они, как говорится, они пришли и начали работать. Может быть, я не знаю, вот я лично вот так позицию все вижу. Вообще разговор отчего начался. Я в душе. Сейчас такое время, что Российская Православная Церковь за границей объединилась с Московской Патриархией и уже как таковой влияния РПЦЗа нету. Сейчас Московская Патриархия. И к нашим братьям, ныне живым, мы сейчас, не буду говорить кто, реально подходили, говорили, вот ты можешь быть священником, а ты можешь быть, а вот ты же все знаешь, ты такой, ну что говорить, вот брат, Владимир у нас, к нему не раз уже, вот он рассказывал, подходили, его знаний достаточно для того, чтобы вот те, кто подходил, а он постоянно берет и берет и отказывается. Так вот смысл, может быть, ему действительно было согласиться на каком-то этапе и стать священником? Нет, на священника нет, вести занятия просто. Вести занятия просто. Нет, она священника. А ты же говорил, там тебе говорили комнату, семинария. Именно комнату, для того, чтобы вести занятия. Так а потом у тебя постепенно бы священники продвинули бы, я как-то знаю. Я не знаю. Он отказался. Или просто остаться вот как есть и помогать уже ныне действующим священникам обновляться и быть ими до конца. И это тоже надо. Я про другое хочу сказать. Вот вы, Игнат Тихонович, с нами, так сказать, мы как в меру своих сил вроде как помогаем ему. Вы забываете об одной такой простой вещи. Вот вы развозите книги. Там развезли, там развезли, там развезли. Ведь это же все по воле Божьей делается. Где-то Господь предусмотрел, что найдутся люди, которые будут читать эти книги. Эти люди кто будут? Священники, епископы или простые люди. Ну, по крайней мере, есть такой... Я верю в то, что в люди не все, но найдутся такие, которые после этих книг очнутся. Понимаете? И здесь распространение идет уже большое. А какие люди? Я уточню. Простые миряне, которые ходят в храм и будут потом священнику говорить, батюшка, а почему не так? Вот как Нина. А почему не так? И этим заставят уже священника хотя бы не по своей воле, но... И те, и другие, и батюшки, и простые люди, которые будут говорить. Ну, по крайней мере, не зря вот это вот, мы и ездим. Понимаешь? Мы не зря ездим. Я в этом не сомневаюсь. Это воля Божия. А для чего? Смысл того? Ну, если мы провезли, и все на этом затухло, да? Неужели Бог этого хочет, чтобы мы развезли книги, и все закончилось на этом? Нет. Чтобы наоборот не закончилось, а началось возрождение. Понимаешь? Я говорю, надо ли нашим братьям, братьям, вместо того, чтобы ездить и свидетельствовать о Христе и помогать, обращать людей, надо становиться священниками в надежде, что потом это как-то изменит мир или церковь? Любой христианин, какой бы он ни был национальности, пола, возраста, он обязан свидетельствовать о Христе. Потому что заповедь распространяется, идите проповедуйте Евангелие. Это на всех христиан, без остатка, от патриарха до последней старушки, понимаешь, которой больной. Все должны, независимо. И то, что делается сейчас, вот Игнать Тихонович делает, он делает Божье дело, понимаете? Бог уже промысл Божий, понимаете? А промысл Божий какой? Чтобы люди пришли ко Христу. И что не все, я не говорю, что там это абсолютно будет повальная, так сказать, христианизация России, ну, по крайней мере, отдельные личности через эти книги могут прийти ко Христу. И в церкви начнется хоть какое-то, ну, начало возрождения, пускай незначительного, и, может быть, найдется какой-то епископ, который прочитает эти книги. Я не знаю, это я просто предположение сейчас говорю, но я, ну, как сказать, то есть, это все связано в одну цепочку, неразрывно, вот наш разговор, то, что мы поехали, Игнать Тихонович поехал там распространять книги, в которых написана правда, то есть, человек, говорящий правду, он привлекает к себе людей, он привлекает к себе людей. Обязательно ли быть священником, чтобы говорить правду и помочь церкви обновиться? Ты пойми меня, Игорь, говорить правду должен каждый человек, независимо, кто он, священник или простой человек. Это понятно. Да. Но священник, он рукоположенный, понимаешь, от апостолов идет, через епископат и идет до сегодняшнего дня. Как это улучшит твою миссионерскую деятельность? Как это улучшит? Ты сейчас миссионер, спокойно сел, поехал, договорился с пастырями, пошел. Я просто должен делать то, что я сейчас могу. Я сейчас езжу с Игнатим Тихоновичем и учусь у него просто там. Я то, что могу, то и делаю. Я не могу прыгнуть выше головы или мечтать о том, о чем-то, о будущем мечтать. Реальность такова, что действительно, как вот Володя сказал, как ты говоришь, что, ну, как белая ворона будет и сразу это выпнут, но... Но я не утверждаю, что сразу, потому что отца Василия еще не выпнули. Он хорошо, крепко держится. Ситуация тяжелая. В церкви очень тяжелая. В стране, в церкви... И вот это вот начало... Я не знаю, что... Будущего, понимаешь, я же не прозорливец там, я не могу говорить о том, что это... Я думаю, что вот это вот дело, которое мы делаем, мы делаем дело Божие. И что оно направлено на то, чтобы людей привлечь ко Христу. Чтобы они увидели, открылись глаза у них, понимаешь, чтобы проснулись они, наконец-то. Пускай не весь народ, а отдельные личности. И это уже будет очень хорошо, им очень много. Вот. И... Ну, это уже как бы это мои мечты, так скажу это, что найдется какой-то человек, который будет епископом, который будет делать все по правде, по апостольским правилам, каноническим, и, в первую очередь, по Евангелию. Жить. И глядя на него, это он будет как примером для всех. Люди будут к нему подтягиваться. Потому что люди ищут правду. Как бы и там ни было, у нас это ужасно в стране, но каждый ищет справедливость. Человеческую или божественную? Вот если, допустим, ребенка задавила, убила, это тоже справедливость божественная. А по-человечески бывает несправедливо. То есть вопрос, чего ищут люди? Какой справедливости? Люди... Ну ладно. Справедливости именно абсолютно ищут. Пока вопрос исчерпан, наверное, на этом этапе, потому что нам надо расти пока. Мне можно сказать. Ну что, до службы будете ужинуть? Нина, решай, когда кормить пасту будешь? Сейчас нам есть. А то обессилием в пути, там, на службе. Четыре часа, думай, что у нас уже придет, только собирай тогда. Ну, кипит, еще только кипит. Уха, уха. Через сколько? Ну, подой, какая есть. Ну, где-то. А сколько времени? Кипит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова